Сегодня глава округа Игорь Войнов принял почти в домашней обстановке почетных гостей. В числе приглашенных тренер шахматистки Анастасии Мамонтовой победительницы шахматного фестиваля в Санкт-Петербурге, призеры международного фестиваля детского и юношеского творчества в Париже и педагог русского языка и литературы Галина Глебова, удостоенная премии законодательного собрания в области. В ходе беседы гости и глава города обменялись впечатлениями. Никто из приглашенных не остался без внимания. Каждый получил возможность рассказать об успехах, от чего они зависят и насколько сложно было добиться таких результатов. Педагог детской школы искусств номер 2 Ирина Бедностина и концертмейстер Ольга Бедностина поделились впечатлениями о поездке в Париж на международный фестиваль, где их воспитанницы стали призерами. На международном конкурсе фестиваля «Роза ветров» Вика там заняла первое место. Это была первая наша такая крупная удача. То есть Москву мы победили в прошлом году. И вот тогда у нас появилась идея. Вы что делали? Самолётики? Танцевали? Что вы делали? Мы поём. Мы занимаемся академическим пением, сольным академическим пением. Я в свою очередь долго упиралась, но в итоге, конечно, не пожалела о том, что мы туда съездили, потому что, конечно, для детей, которые занимаются творчеством и музыкой, такая вот масса впечатлений, конечно, даст, я надеюсь, большой результат. Потому что насколько много впечатлений, настолько они смогут это всё выразить в своём творчестве. Призёры конкурса Вика Попугаева, Анна Сухачёва, Юлия Пензина рассказали о своих впечатлениях, как утверждают девочки, без страха и волнения не обошлось. Но всё это пропало, когда они вышли на сцену и начали петь. Вика, занявшая второе место в младшей группе, исполнила отрывок песни для журналистов и главы города. Именно эту песню она исполняла на фестивале. На улице дождик, с ведра поливает, с ведра поливает. Землю прибивает. Рассказала об успехах шахматистки Анастасии Мамонтовой, занявшей первое место на 83-м шахматном фестивале в Петербурге. Её тренер Татьяна Романенко. Она сказала, что очень довольна результатами ученицы. Настя, как говорит тренер, талантлива во всём. Она очень умная, прекрасно плетёт бисером, отлично вяжет. Несмотря на все свои увлечения, учится на одни пятёрки. На данный момент Анастасия находится на всероссийских соревнованиях по шахматам. И тренер с нетерпением ждёт результатов. Вчера педагогу русского языка и литературы Галине Глебовой была вручена премия законодательного собрания в области образования. Показатели сдачи ЕГЭ и её учеников просто ошеломляют. Они являются не только лучшими в городе, но и вошли в десятку лучших по Челябинской области. Как утверждает сама Галина, этот успех она добилась вместе с учениками и их родителями. Главное – найти правильный подход к детям, заинтересовать и, конечно же, добиться уважения. Игорь Войнов выразил педагогам свою благодарность. В нашем городе есть такие неравнодушные, талантливые люди, которые воспитывают подрастающие поколения, которые вкладывают душу, которые всего себя отдают этому любимому делу. Поэтому позвольте, конечно, вас вручу на память, только к детям. Эльдар Сангатулин, Александр Лядов. Программа «24 МИОС». Спасибо. Продолжение следует...